Губернатор Ульяновской области работает в Москве, поэтому совещание провел по видеоконференц-связи. Глава региона рассказал об итогах работы бизнес-миссии в Нижегородской области. Одним из важнейших итогов стала достигнутая договоренность с президентом группы ГАЗ об индексации зарплаты работников Ульяновского моторного завода. Также стороны наметили ряд проектов в сфере развития внутреннего туризма. В частности, обсудили с губернатором Нижегородской области Глебом Сергеевичем Никитином возможность реализации совместного проекта речного туризма на метеорах. Нижний Новгород обеспечит маршруты судами, а мы будем осуществлять частичное субсидирование стоимости билетов для пассажиров. Традиционно перед началом летнего сезона Министерство просвещения и воспитания проводит работу по подготовке детских оздоровительных лагерей. На данный момент основная работа уже завершена. В этом году уже начали работать пять загородных лагерей с 27 июня. И приняли мы уже 917 детей. Основная часть загородных лагерей начнет свою работу традиционно с 1 июня. Это будет первая смена. Всего будет задействовано в оздоровительной компании 385 школьных лагерей с дневным пребыванием, 132 лагеря труда и отдыха и 26 загородных лагерей. На территории Ульяновской области продолжается реализация национального проекта «Жилье и городская среда». С 15 апреля в стране проходит рейтинговое голосование по выбору территорий, которые будут благоустраивать в следующем году. В Ульяновской области речь идет о 16 городских пространствах в 7 муниципальных образованиях. Искренне благодарю всех людей, которые приняли участие и отдали свои голоса за лучшие проекты уже в этом году. Таких более 133 тысяч в нашем регионе. Голосование ведется очень активно. 23 мая Ульяновская область приняла участие в пятом российско-китайском бизнес-форуме. События посвятили логистике, сельскому хозяйству и промышленности. Динамика товарооборота между Китаем и Россией растет. Реализовано уже 80 крупнейших проектов на 165 миллиардов рублей между нашими странами. На сегодняшний день мы провели уже переговоры с рядом компаний. Достигнуты конкретные договоренности о сфере автомобилестроения, производства беспилотников, медицинского оборудования, а также станкостроения АПК. Первый проект, который мы обсудили, это компания, крупный производитель пятикоординатных металлообрабатывающих центров, приняла решение о локализации в портовой особоэкономической зоне. На заседании также говорили о строительстве социальных объектов. К середине лета в Ульяновске должны сдать новый детский сад в Засвияжье на улице Шигаева. К 30 июня там же должны достроить дворец спорта. Работы на объекте практически завершены. Ульяновцы продолжают жаловаться на работу общественного транспорта. Маршрут 59 нарушает график работы. Трамваи ходят с перебоями. Губернатор поручил главе города Ульяновска разобраться в ситуации и наказать виновных. Валентина Никонова, Марат Мигдеев, Уллправда ТВ.